Это видео посвящается всем тем нервам, которые я потратила за ЕГЭ. Начать надо, наверное, прям с самого начала, чтобы с чувством, с расстановкой, с эмоциями, прям... Первый экзамен у меня был русский, по-моему, он у всех русский. И это, кстати, не самый сложный экзамен, я хочу вам сказать. За неделю до экзамена я была самым продуктивным человеком, который постоянно готовился, который постоянно зубрил. Сейчас как-то быстро напишу сочинение и буду готовиться. Я была в той компании людей, которые вместо того, чтобы пообсуждать, что похавать в столовке сегодня, стухшую пиццу или там таракана, мы обсуждали задание за ЕГЭ по-русскому. А потом за два дня до экзамена по-русскому я поехала на ночевку, наплевав на все. На ночевке мы не решали варианты от слова совсем. Приехав с ночевки, поздно вечером я сразу начала печатать шпоры. И вы только представьте, пов, то, что через несколько часов мне уже рано вставать на ЕГЭ, а я печатаю шпоры. Это, кстати, охуенный лайфхак. Всегда печатайте шпоры. По шпорам очень легко повторять материал. День Х. Что? Уже? Мы пришли в эту левую школу, чтобы сдавать русский язык. Это был самый волнительный экзамен, который вообще пипяу. Я готова. Мне почему-то пофигу. Вы снимаете какая-то скушка? Всем пока. Я сдавать экзамен. Я сдаю телефон. Когда мы приходили в школу, у нас было ощущение, что да, нас сейчас убьют нахуй, что это самый страшный экзамен. Мы ничего не сдадим. Медленно, когда ты подходишь к аудитории, у тебя начинается паника. Самое ужасное, когда печатают вариант, потому что вариантов куча. Печатают все прям в классе при нас. Это самый ужасный момент, потому что ты буквально ждешь минут сорок. Мне нравится особенно инструкцию, которую включают, когда вы все садитесь в аудиторию. Это знаете, какая хуйня? Сейчас вы сдаете экзамен. Это всего лишь одна из тех трудностей, которые вам предстоит пройти за жизнью. Я ненавижу эту речь. Почему? Когда тебе еще говорят, что ты сейчас сидишь на ЕГЭ, и это экзамен, от которого зависит вся твоя жизнь, я думаю, это не самая лучшая фраза, которую надо говорить ученику, который сейчас будет писать экзамен. У меня началась апатия. На самом деле это всего лишь экзамен, и ты это начинаешь понимать, когда вы сидите в МАКе, как ни в чем не бывало, хавайте картошечку и вспоминайте, какие задания были на экзамене. Я помню этот момент, когда мы сидели в МАКе, и какие-то школьники вместе с нами там были за каким-то другим столиком, и мы начали вместе с ними обсуждать, какие у них были задания. Сидели такие, у тебя какой текст, по третиковке или про экологию? Кстати, вполне нормальное явление, когда большинство не понимает то, что сейчас они будут писать ЕГЭ. Через буквально три дня. Ла математика. Я поняла, что вот эти три дня это будет пиздец. Я сдаю базу, мне сказать особо нечего. Мы вот здесь пишем ЕГЭ. Буквально у меня было задание, типа, вычислите 50% из 5 тысяч. Я сижу такая. Я, конечно, могу ошибаться, но что-то мне подсказывает, что это 2,5 тысячи. Задания были в точности. Что это за звук? Так вообще не круто. Что это было за звук? Одно из самых тяжелых, это то, что во время экзамена вокруг тебя очень много незнакомых лиц, максимально недоброжелательные все эти наблюдатели, это люди, которые хотят тебе только зла. Так же ко всему прочему. Ну-ка, так-так. Перед тем, как вы заходите в аудиторию, вы какое-то время гуляете по коридору и ждете, когда все начнется. И это одно из самых тяжелых, потому что ты начинаешь себя нагнетать. Еще то, что меня взбесило на ЕГЭ. Очень многое зависит от вариантов. Кому-то может повезти, а кому-то нет. Время экзамена нельзя поворачиваться, нельзя разговаривать со своими соседами, нельзя вообще, вот ничего нельзя. Дышать тоже нельзя. Если ты роняешь какой-то предмет у себя со стола, его может поднять только наблюдатель. И я это правило максимально не понимаю. Вот слетает у тебя листик. Вот так вот учитель поднимает. Вот так вот показать в камеру. И отдать тебе. Это так забавно наблюдать, как наблюдатели как будто ведут свой блог. Типа такие. Ручка. Ребятки, не парьтесь по поводу математики. Мы даже когда ехали в автобусе на ЕГЭ по математике базе, мы снимали тиктоки. Чем больше ты пишешь экзамены, тем больше тебе становится похуй. На русском ты сидишь прям нервничаешь, это первый экзамен. На математике, ну типа тоже нервничаешь, но чуть-чуть поменьше. И дальше по накатанной так становится все равно. Всем привет, мы сейчас будем сдавать устные. Ты наизусть уже помнишь эту речь в начале экзамена, то что вы сдаете экзамен ЕГЭ. В ЕГЭ очень тяжело три с половиной часа беспрерывно думать, потому что времени... Ничего не знаю. Проблема самого ЕГЭ даже не столько в заданиях, как в том, как проводят ЕГЭ. Потому что ты три часа не ешь, три часа беспрерывно думаешь, без перерыва. Сдать ЕГЭ несложно на очень хорошие баллы. Факт, надо просто знать все технические шоколадки. Поэтому надо делать задания в определенном порядке, чтобы не делать ошибки в сложных заданиях. А потом уже, когда ты устаешь под конец экзамена, делать попроще задания, в которых делать ошибки сложнее. Также хочу напомнить то, что нервничает самая плохая идея вообще за вашу жизнь. Думайте о том, что можно пересдать этот экзамен. И то, что это никак не влияет на вашу жизнь, потому что технически оно действительно вообще никак не влияет. Потом был английский. Всю программу отец-то класса, поехали. НО! Мне попался не такой сложный вариант, но английский в целом оценивается очень строго. К слову, я нормально сдала английский, хотя готовилась к нему за три месяца. И наравне с русским самый страшный это устный английский, потому что там приходится говорить, там лишний раз не подумаешь и даже не спишешь. Не стоит переживать, потому что я к нему не готовилась и сдала очень хорошо. Я считаю, что 18 из 20 баллов это мега хорошо. И он проходит за 15 минут, то есть пострадать приходится 15 минут. Правда, ожидание, конечно, пипяу, 2 часа может быть, ждать придется. Это был самый последний экзамен, который был уже там в 20-х числах. Пипяу! И я лето не чувствую от слова совсем, потому что холодно, и дома холодно, и на улице холодно, и сейчас вообще 10 градусов на улице. А во-вторых, потому что учеба, и как бы лето началось, а я не тусуюсь, а учусь. Как бы по сути, как будто и не наступало лето. Аудирование в английском это в целом такое задание, которое если ты хоть один звук не услышишь, ты уже можешь уйти в ноль. Также есть такое явление в аудировании по-английскому. Это когда у спикера, то есть у человека, который зачитывает тексты задания, хуй во рту. Вообще не понимаешь по его дикции, что он говорит. Причем условия задания звучат так. Заполните таблицу номерами от 1 до 4. И само задание. Подготовка к обществу за 3 дня. 5 июня, час ночи. Можно сказать, что весь год я вообще ничего не делала. Я решила посмотреть видео, как подготовиться к ЕГЭ за неделю. Правда, вот недели у меня нету, но это не важно. Мне попался очень плохой вариант, и я априори могу плохо написать или вообще не сдать, не пройти порог и вообще никуда не поступить. На русском мне попался супер хороший вариант. И на математике, кстати, тоже. Но потом было гребанное общество знаний, которое решило меня с небес на землю упустить и сказать, нет, Анечка, ты не такая умная. И знаете что? Это такая параша. Это был самый сложный экзамен. Я буквально за вечер готовилась ко всей программе игр. Сейчас 2 часа ночи, я уже устала. Горело бы это общество знания в аду. Типы обществ. Это традиционные, индустриальные, постиндустриальные. Есть такое задание, как типа текст по какой-то определенной теме. Я готовилась к человеку и обществу. Ну или искусству, на крайняк. Мне попались налоги. Кто не понял, налоги это пиздец. Я ненавижу ЕГЭ за формулировку заданий. Ты не понимаешь, что от тебя хотят. Особенно в обществе знаний я это прям запомнила. Потому что я читаю это задание и нифига не понимаю. Сплюсуйте то, что вы уже 3 часа беспрерывно думаете. Вот каково вам 3,5 часа думать, и сейчас ты уже просто перестаешь понимать, что от тебя хотят. И за счет этой усталости есть такое желание на половине заданий просто остановиться и уйти. Сдать работу и уйти. Типа уже так все равно сдашь, ты не сдашь. Просто настолько сильно устаешь, беспрерывно думать. Там есть хочешь, устаешь, ну реально. Поэтому желание встать и уйти просто ап-ап-ап-ап. Ночь оригами врезаний шпаргалок. Хару-ш. Ой, пиздец. Давайте ставки, я сдам или не сдам. Всем пока, я на трассу или в помойку. Всем привет, меня зовут Аня. Мне 18 лет и я поступила в тот университет, который хотела. Через три дня, первое сентября, я пойду в свой университет со своими однокрупниками. И сейчас, оборачиваясь назад, я вот что хочу сказать про ЕГЭ. По русскому я получила 81 балл. По обществознанию 53 балла, по английскому 52, и по математике 4 из 5, если что. Списать возможно, но запарно. Добавит вам нервов то, что отключат ваш мозг на экзамене, что абсолютно не вовремя. И плюс очень сложно придумать, куда принести. Телефон, шпору или справочник легко принести. Тяжело это удержать в том месте, в котором будут слежать эти вещи. Также справочники и шпоры не всегда помогают. Мой одноклассник, который сдавал профильную математику, выронил из своих трусов шпору. Прямо во время экзамена. Сейчас он пойдет либо в колледж, либо в армию. Повторюсь, принести телефон или шпору, или справочник не тяжело. Тяжело придумать, во-первых, куда положить, чтобы это было надежно, не было лишних нервов. А во-вторых, тяжело продержать это там, чтобы оно не выпало. Пока все заполняют бланки, начинайте смотреть, какие задания и начинать в голове решать. Я понимаю, что это запрещено правилами. И начинать можно только, когда разрешит наблюдатель. Но тем не менее, начинайте уже это все делать. Вам ничего не сделают за то, что вы начинаете решать. Ну, типа, не знали. Лишнее время на ЕГЭ не лишнее. Начинайте уже решать, пока все заполняют бланки. Заполнить пять минут. ЕГЭ не решает ваше будущее. Оно может повлиять на небольшие последствия после школы. Но полностью будущее оно не решает. И держите это в голове, когда будете сидеть на экзамене. Потому что это просто тест. Такой же тест, который вы писали в школе. Просто чуть помасштабней. Не смотрите на других. Да, кто-то начинает паниковать по поводу экзамена. Не смотрите вообще. У всех разная реакция на экзамен. Также не смотрите на других на самом экзамене. Потому что я боковым зрением смотрела, кто сколько написал по сравнению со мной. И я часто начинала комплексовать. Смотря, что у кого-то три исписанных листа, а у меня один. Ты же даже не знаешь, кто это. Не надо смотреть на его лист и думать, сколько он написал. Я готовилась по-настоящему к экзамену где-то за месяц или за два. И то постоянно гуляла и забивала на учебу. Ну, делайте выводы, что такое ЕГЭ. Если я хорошо сдала экзамен и поступила в университет. Если я не готовилась все два года и начала готовиться где-то за месяц. Я даже думала снять видео, готовлюсь к ЕГЭ за три дня. Потому что буквально так и было. Очень важная пометочка, которая нас пугала в школе. То, что наблюдатель вполне может просто ворваться в туалет и проверить, списываешь ты или нет. Ну, так вот ответ. Никто не врывается из наблюдающих вам в туалет, пока вы там стоите и смотрите на шпору. Так-то это просто страшилка от учителей и очевидный факт. Но, тем не менее, мы все реально боялись, что наблюдатель запрыгнет к нам в туалет. У нас вот такая была защелка на двери. Спокойно можете писать и сколько угодно выходить в туалет. И это, кстати, даже нормально, потому что ты переживаешь, у тебя экзамены, ты можешь ходить писать хоть 50 раз. Определитесь сразу, заранее, где-нибудь в мае, в какой университет вы пойдете. Это просто хорошая мотивация и вы точно знаете, сколько баллов вам нужно. Просто готовьтесь к определенному уже количеству баллов и стремитесь к ним. А с вами была ваша Пупочка, Анопочка. Спасибо за то, что вы досмотрели видео до этого момента. Чмок в пупок. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok